Вот еще есть вопрос от Артура Диланяна. Как дела обстоят с оборонкой? Думаете, у нас мощная армия или это тоже вранье? Ответь, пожалуйста. Ну, я не думаю, что у нас мощная армия. Я много на эту тему читаю и слушаю людей, которые в этом разбираются. Да, кто-то говорит, что вкладываются ресурсы, идет какое-то там переоснащение, но я это оцениваю как крайне неудовлетворительный результат, если мы говорим о масштабах этих процессов. По большей части, да, 90 с лишним процентов всего вооружения это советское вооружение. Это, соответственно, те, то оружие, да, те технические средства, которые были сделаны 30, вы вдумайтесь, лет назад. Либо они сделаны современным, современные в наше время, но по тем технологиям, которые, соответственно, достались от советской власти. Мир в этом плане шагнул очень сильно вперед. Если мы возьмем, там, я не знаю, там просто куртки какие-то или сапоги или просто элементарные какие-то бытовые вещи для солдат нашей российской армии, они закупаются за рубежа. Мы ничего не делаем сами. Мы элементарно фонарики сами не делаем. Все полностью закупаются у других государств. Это, ну, просто, если мы говорим о суверенитете, о собственной безопасности, да, о национальных интересах государственных, ну, это, на мой взгляд, абсолютно абсурдно. Мы не можем так говорить, если мы элементарно автомобили сами не делаем. Если у нас нет никаких цифровых собственных технологий наших государственных, мы просто каждый телефон, каждый компьютер, мы все для российской армии покупаем у других государств. Как в этом случае они себя поведут, если будут какие-то конфликты, непонятно, да. Но, тем не менее, я убежден, что на сегодняшний момент, учитывая наличие ядерного паритета, никакие конфликты, такие, действительно, те, которые заслуживают внимания, да, не споры, там, дискуссии, которые иногда там переходят на какие-то громкие, значит, громкие интонации, а в самом настоящем смысле военные конфликты, они невозможны, потому что на Россию нет смысла нападать. У России сегодня ей ничего не принадлежит. То есть страны, которые потенциально могут на нас напасть, этим захватчикам и так принадлежит вся наша страна, без единого выстрела, без единого снаряда, да, бомбы. Поэтому с того момента, как народная власть это все у этих государств отберет и подчинит интересам нашей страны, с этого момента будет стоять задача это защищать. Каким образом? Посредством чего? Посредством наличия как раз вот этого ядерного паритета, ядерного оружия, которое сделает саму возможность нападения абсурдной, потому что, ну, ответ будет катастрофичный. И пока эта возможность у нас есть, пока у нас есть этот механизм сдерживания, я думаю, что у нас очень хорошие перспективы развивать, развивать экономику, промышленность, науку, не опасаясь то, что нам будут противодействовать силовым путем. Поэтому в целом, да, если мы возьмем, например, тему каких-то там стратегических направлений, там, атомных подводных лодок, например, за последние почти два, там, почти 30 лет ни одной построено не было. Если мы возьмем вот эти вот лебеди, да, Ту-160, которые вот каждый парад Победы летают, они, кстати, здесь из Саратовской области, из военного аэродрома вылетают. И я, собственно, ответственно говорю, что это наследие советской власти. Они ни одного такого самолета не построили. Это все то, что создан 30 лет назад и что получается каким-то образом, значит, эксплуатировать. Мы, если вот эти танки, которые нам там картонные ездили по Красной площади, над которыми вся Россия смеялась, то, что у вас там картоночка отклеилась, да, Ну, я не вижу, да, я не верю в это все. В это нужно вкладывать деньги. И одних ресурсов мало. Нужна жизнеспособная, профессиональная структура власти, которая сможет эти ресурсы подчинить решениям задач. Они распилят их, не разворуют. Вот мы сегодня о Сердюкове говорили. Вначале оборонсервис, это деньги как раз на обеспечение российской армии. Потом, значит, соответственно, вертолеты России тоже еще 3,5 миллиарда рублей. Но мы же понимаем, что это не какие-то исключения. Это норма. Это общепризнанные факты, которые сегодня, к сожалению, никого не удивляют. Поэтому я оцениваю перспективу как очень тяжелую. Однако, для Путина, для всей российской власти, это такой конек, на котором они могут кататься, на котором они могут зарабатывать все политические очки, настраивая российских граждан на какое-то враждебное отношение к другим государствам. Вот они наши враги, вот они во всем виноваты, они хотят нас захватить, а мы вот о вас заботимся. Хотя, на самом деле, ну, давайте так, когда одна сторона нападает на другую страну, они же нападают не для того, чтобы все сжечь и уничтожить. Они нападают, чтобы это все, значит, эксплуатировать в своих интересах. Поэтому волноваться должны собственники предприятий, собственники средств производства. Те, кто сегодня по-настоящему владеет и эксплуатирует нефтяную отрасль, газовую, какие-то металлы. Вот это представляет ценность для захватчиков. Граждане же, да, коренное население, понятно, что они будут эксплуатироваться путем работы на этих предприятиях и получения нищенских зарплат, на которые они только продукты питания себе могут позволить. С другой стороны, что сегодня получают граждане, жители нашей страны? Они сегодня и так находятся в таком же рабском положении.